Значит, необходимо, наверное, начать с модели коммуникации. Дело в том, что в основу нашей деятельности положено коммуникативное деятельство подхода. Если мы говорим о модели коммуникации, ну а язык это прежде всего, конечно, коммуникация, то есть получается деятельность ребенка в языке, да? То есть не ребенок со стороны, как наблюдатель стоит, со стороны, где-то там, и наблюдает над тем, что происходит в языке, а он погружается в языковой материал и с собственным языком он работает. Он работает не с чужим языком, а со своим языком. И это, конечно, и сложно, потому что материалы, где были бы представлены именно детские тексты, или были бы представлены какие-то тексты, созданные вот этим ребенком, самим, самостоятельным, таких материалов у нас практически на сегодняшний день нет. Поэтому мы в основе его модели коммуникации, их две. Первая модель Якобсона – это модель внешней коммуникации. То есть, чтобы эту схему расшифровать, вот тут два человечка, да? Понятно, что это внешняя коммуникация, потому что есть адресант, тот, кто говорит, или мы здесь не называем его говорящим. Есть слушающий адресат, тот, к кому мы свое сообщение адресуем. Есть некоторое сообщение, которое нужно передать. И для того, чтобы это сообщение было правильно понято, для того, чтобы оно достигло цели, нужно, чтобы был задействован определенный код. То есть, нужно, чтобы состоялся контакт и был определенный код. Ну, чтобы было понятно, приведу такой пример из жизни. Когда-то мы работали с Елена Васильевна и Красильниковой. Она из Института русского языка и работала вместе с Львовом Виктором Чапановым. И написала вместе учебниками. И вот она приехала, ну, как раз представляли себе материалы. А это конец 90-х годов, и только-только вышел словарь. Какой-то новый, не помню, я даже в ту авторах тогда, как пирожки выпекали. Альфа-эпический словарь. Их вот одномоментно вышло где-то там 4 или 5 словарей разных. Причем один словарь противоречен другому. И в это же время выходит словарь уже была. И у меня ученица спрашивает. Лариса Владимировна, как правильно ставить ударение? Китчук или китчук? Я говорю, ну, конечно, китчук. Она говорит, а вот это неправильно, китчук. Я говорю, да ладно, лимон. А лимон или югурт? Я говорю, конечно, йогурт. А вот и нет. У нас в кабинете были словари, она подходит к полочке, значит, достает словарь, открывает и нет. Показывает, ну, кусту, где-то надо же. Нет, ну, йогурт, я бы не понимая, что это слово французское, поэтому по аналогии ударили на последние слова. Но в русском-то языке у нас все эти гетированные уже ударные. Ну, йод, елка там, да, это, йошка-рала. А вот, ну, странно вообще. Ну, китчук меня, если еще с йогуртом я могла смириться, то с китчуком никак. И вот, когда, значит, мы сидели за столом с населением, если бы такое, я возмущена абсолютно этой ситуацией еще. Ну, сами понимаете, как-то неловко было так, что ребенок тебя поймал в местании. Хотя у меня замечательная фраза, у меня человек не может все знать, он знает, и посмотрите, как это вытащить. Вот. А дети, учились у меня дети наших филологов. То есть у меня 8 человек были дети филологов в нашей школе. Вот. Поэтому, в принципе, ничего страшного не было, но было обидно. И вот я сижу, и такая, значит, возмущенная, и говорю, ну, скажите, пожалуйста, ну, кто-то придумал, представляете ситуацию, я сейчас прихожу в магазин и прошу продавца дать мне бутылочку гетчука и баночки йогурта. Вопрос, что же она мне подаст? На что Красиво Николаев говорит следующее. Из чего я делаю вывод, что вы плохо усвоили модель коммуникации Николсова. Потому что, говоря в магазине с продавцом, вы должны говорить кетчук и йогурт, дабы не выпендриваться. А разговаривая со мной, вы должны говорить кетчук и йогурт, чтобы я понимала, что вы образованный человек. Вот мне так этот пример, понимаете, вот запомнился, потому что это очень хорошо ложится на эту схему. Понимай, кто собеседник, тот, кому ты адресуешь свой текст, и используй для этого речевой код. Скажите, пожалуйста, в наших учебниках учитывается эта составляющая? Нет, конечно же. Мы вообще не работаем с моделью коммуникации. Задания, которые звучат при изучении темы диалог. Напишите диалог, и мы получаем диалоги. Привет, Петя. Привет, Паша. Как твои дела? Нормально. Но пока, пока. Почему? Потому что контекста нет. Контакт, в общем, непонятно, где и зачем состоялся. Кот, ребенок не отбирали. Потому что, в адресах, он не знает, он не может выбрать. Значит, нужно сделать что-то такое, чтобы у ребенка перекодиновка произошла. Чтобы он понимал, зачем я говорю. Ну и, соответственно, выбирал те языковые средства, которые нужны. Вторая модель коммуникации, модель Лутман. Это модель автокоммуникации, то есть внутренней коммуникации. Ну, не пугайтесь, что у человека тут голова разобруется. В самом деле, просто надо было как-то показать, что это вот я один и я два. Значит, это внутренняя коммуникация, когда я получаю какую-то информацию, я с этой информацией ей работаю, я ее преображаю. То есть, есть некоторое сообщение и код, который позволяет мне преобразиться, трансформироваться, и я становлюсь другим. И я становлюсь другим. То есть, например, я прочитала определенный текст, который вызвал у меня какие-то чувства. Я в этом тексте что-то обнаружил, я это проживаю, принимаю как, ну, я не знаю, как способ деятельности. И я свое сообщение уже не буду строить так, как я его строю в другом. Я его построю с учетом той информации, которую я сейчас получила. То есть, получается, что внутренняя коммуникация, она тоже происходит, потому что, исходя из разных условий, в которых мы бываем, из разных ситуаций, мы все время прирастаем к какой-то информации, и выдаем потом эту информацию, уже переработанную, по-другому. Поэтому мы говорим о том, что у нас есть вот, выдает коммуникация, еще и внутренняя коммуникация. Значит, мы проводим, я уже говорила вам, речевую игру, которая называется «Я человек говорящий». Мы даем детям 15 персонажей. Почему 15 персонажей? У них должен быть очень четкий звуковой код, то есть звукоподражание. Ну, нельзя взять кошку, хотя понимаем, что там «мяу» слышится очень хорошо, у нас просто слов не найдется, такого количества слов со звукоподражанием «мяу». Поэтому мы взяли достаточно простые звукоподражания, чтобы детям можно было много слов для своего персонажа набрать. Вот 15 героев. Ну, я вам выделила пока четырех. Баран, лягушка, корова, комар. Можете еще пятого взять? Выберите себе персонажа. Давайте, кто берет барану? Ну, азвальтный? Нет, не надо. Ну, кто-то, взяли барану. А, взяли барану. Так, лягушку. Ну, господи. Хорошо. Корову. Я хочу добавить. Вы как дети. Они тоже начинают. Потому что, а когда они читают тексты про этих героев, и они, оказывается, что это такой персонаж, что вы что? И они потом, вы увидите, какие работы делают дети, с какой любовью они к своим персонажам относятся, и они потом не хотят с ними расставаться. Ну, давайте, все-таки, возьмите корову. Итак, комар. Ну, это я собаку возьму. Ой, давайте я корову возьму. Давайте. Так, собаку. Комар, да? Да, комар. А, значит, вот у вас, представьте, у вас 15 персонажей. С чем мы начинаем? Мы должны сначала персонажам дать имя какое-то, да? То есть мы зачем имя собственные? Когда мы... А как можно имя дать? А каким образом вообще происходит именование? А какие имена могут быть? То есть мы очень много работаем со своими собственными. Вот далее мы имя герою, и теперь, собственно говоря, для чего нам это нужно? Нам нужно для того, чтобы появился плечевой конь. Мы работаем со словами персонажей. То есть, отбираем лексику, слова, в которых есть звук подражания. Так, у барана какой звук подражания? Бе. Бе. У лягушки? Ква. Ква. У кого-то? У. Комара. З. И у собаки? Угу. А еще? Угу. А еще? А еще? Кого? Р. А. Она же может... Да. Значит, мы отбираем слова. И ребенок составляет слова из своего персонажа. Сначала мы ему показываем, что слово может быть... А в начале звук подражания может быть, в середине, может быть, в конце. Ну, например, «Можно я вас обниму?» Да? Это же может быть слово «коровы». Почему? Потому что там есть так любимая ему. Вот. А собаки проще всего, потому что звук «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Квас. Квартира. Это лягушкины слова. Понятно, что их проблематично найти, но найти можно. А вот с звуками очень легко слова находятся. А вот с какими-то... И что тогда мы делаем? Мы показываем ребенку, как еще можно. То есть мы даем такие задания, где при изменении слова, например, предлог и начало слова, например, к вам. То есть это же два, получается, слова, но мы им подсказываем, что если использовать к вам, то в потоке речи получается все равно твою звукоподражание. Значит, это твое любимое слово. То есть вот мы даем ребенку такое средство. То есть мы пытаемся ребенка снабдить кодом и показать, откуда берется код. Для чего это нужно? Чтобы он понимал, что просто так ничего не говорится. Просто так ничего не делается. То есть любой мой шаг, он должен очень хорошо слышаться. Дальше идем. Значит, ну вот, руководождение. Следующий этап. Имена у нас есть. Какие мы, мы уже тоже представили, дети. И рисуют, и лепят. И мягкие игрушки шлют. И делали тут, делали змею. Просто на листе бумаги нарисовала девочка. Контур змеи. И вынажила камешками, с насиками. И вот у нее вся змея такая вот тут. Из разных, разных, скажешь, цветочками. Из разных материалов была. Целую выставку мы делали, потому что замечательные совершенно работы были. Вот так хотелось присвоить и не отдавать. Значит, персонажи встречаются. Нам нужна ситуация, в которой появится контекст. Нам нужен контекст для того, чтобы появился речевой код, чтобы ребенок начал говорить. Чтобы заговорили на пустотах. Вот мы задаем ситуацию. Наши персонажи встретились и хотят познакомиться друг с другом. Подумайте. Где они встретились? Как обратились друг к другу? Используйте предлагаемую формулу приветствия и знакомства. Помните, что у вашего героя свой особый язык. Посмотрите, что здесь перечислено. Здесь перечислены критерии, по которым могут оцениваться их тексты. Смотрите. Где они встретились? Это что? Это проявление сюжета. Дальше. Как они обратились друг к другу? Мы изучаем перед этим темы обращения. Поэтому они должны применять свои знания, которые получают этой теме. Формулы приветствия это что такое? Это тоже определенная этикетная формула, которую я сейчас покажу на вас. И нужно использовать код своего героя. То есть не может корова просто помархивая в посту, подойти и сказать здравствуйте. Не здравствуйте она сказать не может, не здравствуйте она сказать не может. Это не ее слово. И вот те, у кого легкие слова, они легко, ну, такие часто употребляемые, да, звукоподражания. А есть герои, у которых, но вот при всем желании, не найдешь звукоподражания. И тогда детям приходится очень сложно. Вот посмотрите, как вам приветствует. Здравствуйте, добрый день, вечер, утром, привет, здорово, приветствую вас. Разрешите позвольте вас приветствовать, я приветствую вас от имени. Добро пожаловать в новое впечатление. Салют, кулу, привет, я не знаю, не знаю, не знаю. И формула знакомства. Давайте знакомиться, хочу с вами познакомиться, мне хотелось бы с вами познакомиться. Разрешите, позвольте с вами познакомиться. Разрешите представиться, мне знали, почему вы с вами познакомиться. Познакомьтесь, пожалуйста, прошу любить и желать. Итак, ваша задача сейчас. Я предыдущий стать, помните? Ваша задача познакомиться и поправиться с утром. Ну, вот как вы сидите, вот вы вдвоем, пожалуйста, в корову и баран. У вас даже ареал обитарник одинаковый. А вы говорите, ну, вам придется придумывать собаку, лягушку и комар. Ну, лягушка, комар, как раз, тут все затем легко. А у вас-то болото, а собака, что вы в болоте, вы делаете? То есть, ваша задача, ваша задача поприветствовать и поздороваться и познакомиться. Небольшой делок, буквально там 3-4. Только это слова используют? Нет, там уже. Это вам помню. Там надо же звуки использовать. Конечно. У меня хорошо, здравствуй. Еще вернусь назад, вернусь назад, давайте. Итак, где встретились, как обратились, форму воздействия и свой особый язык. Мы должны по-вашему приветствию понять, что вы говорите. А почему? На лугу. Почему? Ну, нет, ну, может, не значит, на лугу, может, и в стайке. Нет, ну, за что говорят. Нет, ради Бога, я хочу вам просто проще. Вы все-таки почти родственники. Хозяй, там, пи, вкусно, пи. Порой, я с утюрю ее разбегала. Порой, я пробегала. Пробегала. Записывайте, пожалуйста. Вам же придется прочитать. Порой, я с утюрю ее разбегала. Порой, я с утюрю ее разбегала. Порой, я с утюрю ее разбегала. Да. 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 12. 12.50 я поняла. 12.50. 12.50. 12.50. Да. Да. А Здравствуйте давайте знакомимся. Я лягушка Квакушка, это моя квартира, я здесь живу. Я пробегала мимо и вижу дружную компанию. Я гружу. Рада знакомству. Так, хорошо. Давайте оцениваем. Вот смотрите, что мы должны были сделать с вами. Потому что, чтобы понять, получился текст или нет, как мы будем относиться к тому, что получилось. Что мы должны были с вами определить? Где встретиться? Где встретиться? Сюжет. Как мы будем правильного работы выполнять или неправильного? Что мы должны были делать? Ну, критерии. Критерии, конечно. Критерии разработки. У нас особенность такая, что критерии предлагают дети. Критерии предлагают дети. Пожалуйста, предложите критерии, по которым вы готовите. Первый – это особый язык. Ну, что это значит? Вот. Так. Дальше. Участие всех. Или особый язык. Особый язык. Еще. Участие всех. Участие всех. Ну, я имею в виду, в диалоге, да. Ну, может… Диалогу, вы так вот? Ну, нет. Ну, не всегда, да, дети могут уйти, да, диалог? Да. У нас нет. Здесь нет, да, Пакула? Ну, значит, нам надо критерий, которые… Здесь не уместят. Если они в паре работают, то как ведешь? Нет. Ну, почему они уже в микро-группу сутки, да, переключены ли? Нет. Мы делаем парад. Парад. А, ну, тогда… Ну, что-то какой-то… Ага. Слышали, можно говорить. Сюжет. А что такое сюжет? То, чтобы было понятно, что произошло. Что произошло. По какой причине они… Сюжет. Что происходит. Вообще, я даже сказала. Хорошо. Я вот это из-за на таком говорите. Да. Что происходит, так? Почему встретились, да? Почему встретились, да? Почему встретились, где встретились? Ну, это… Смотрите, очень получается такой размытый критерий, да, под народом? Ну, это сюжет. Да. Понятно. Так, еще что? Ну, представились, не познакомились, произошло… То есть, что должно быть? Имена. Клички. Имя появилось или нет, да? Да. Клички, наверное. Так. Представлено имя. Что происходит по человеку? То есть, получается, формула приветствия есть и формула знакомства. Представлены ли? И формула. Приветствия. Они как-то… А, не оформляют, они просто… Это устная вещь, да? Приветствия. И устная песня. Тогда как они эту форму оформили еще? И с ней начинают посмотреть. А зачем я это вот так? Они же еще не изучают прямую речь. В пятницу изучают. Они вас изучают, мы с ней. А. Ну, понятно. Поэтому они работают в цвете. Они записывают цветом своим цветом. А, цветом занят. Один в другой, другим цветом записывают другого. И прежде чем выйдем на знаки предпинания, мы в месяц работаем с этим. С обращением и диалогом мы работаем практически в месяц. То есть мы так строим, что они к концу уже… Ну, я вам покажу вам детские цифры. Там я не исправляла ошибки. Я набирала так, как было тут идти. Итак, согласны или еще что-то добавили? Нет, не заметили. Притерия в Николай Шмиде. Нет, все поэтому. Все поэтому. Значит, должен быть особый язык. То есть мы должны услышать. Должна быть понятна ситуация, да? Где, почему встретились. Особенно, если это персонажи, у которых точно встретиться никак не могут. А вот, ну, например, сова, да? А вот, ну и что там? С герой? Кошка. Ну, кошки у нас нет. А? Ну, да. Ну, какая-нибудь пчела. У них, они же в разные времена. Пчелы ночью спят, а сова ночью. Как они могли встретиться? И должна быть формула заявленного при лицах и знакомствах. Вот эти критерии должны быть детям четко понятны. Более того, мы стараемся формулировать их в языке ребенка. Вот смотрите. Мы писали аналогичные тексты, что я вас попросила написать. Сначала весь критерий. Сдрая жила, сказала собака. Другой пашет жила, а она сказала пчела. Обратите внимание, мы спрашивали, а где ваши дети говорят? Еще один из критерий, где дети предложили. Когда они читают, они обязательно должны прочитать. То есть они их не сдают просто в письменном виде, они их обязательно представляют. Более того, представление происходит, они выходят в доске и они это проговорят. Добро пожаловать, сказала пчела. Разрешите представиться, Клык Крыков. Меня зовут Жужжилика Тудаленова. Прошу любить и жаловать, сказал Клык. Дети начинают оценивать по критериям. Вот, кстати, когда они оценивают, мы предлагаем в группу по 4 человека объединиться. И сначала оценить внутри группы. А вот, и идите сразу же, ну смотрите, давайте оцениваем по критериям, чего здесь нет. Сюжета. Нет сюжета, непонятно, где встретились пчела и собака. Непонятно, почему не встретились. Вот у нас возникло такое слово реалии. Это слово я предложила детям, но мы к этому слову шли, вот сюжет, что происходит, почему встретились. Ну, то есть, как могли пересечься в том месте, то есть, те животные, которые, те персонажи, которые встретятся в принципе не могут, как они вдруг пересеклись. То есть, должна быть задана, ну вот мы вышли на такое слово реалии, сейчас оно детям абсолютно понятно. Мы это слово используем, то есть, как, как это так они произошли, вместе оказались. Значит, смотрим, формула приветствия есть, здравия желаю, добро пожаловать, есть. Звуковой код выдержан, значит, нет чего. Как бы текст неинтересный. Я, кстати, очень часто говорю, текст интересный должен быть. Текст неинтересный, текст обычный. Ну, какая, привет Петя, привет Маше, да? Ну, имена интересные. Да, можно. Имена-то что диктует? Код, ведь код. Образ. Образ, код. Образ, ведь. Когда мы говорили о том, как можно назвать. Все коровы в деревне, апрельки и майки, потому что они рождаются в области. В апреле и в мае их называют по месяцам обычно. Вот, ну, кто-то там еще в марте, да, называют. Ну, вот, в основном по именам их называют, по месяцам называют. А представьте, когда у вас образ коровы, значит, пеструшка... Сейчас. Пеструшка... Стайкина. Рабочество забыла. Пеструшка... Что-то... Бодаловна-Стайкина. Пеструшка Бодаловна-Стайкина. Сразу же образ возникает, правда? То есть, Стайкина, потому что живет в стайке, Бодаловна, видимо, бодается, либо рога большие, да, и внешне видит пеструшка. А вот слово «марта» ни о чем не говорит, а вот такой образ говорит, такое слово говорит. Итак, смотрите. Оценили по критериям... Смотрите, как дети переделывают текст. Эта встреча произошла на Маляне, когда пчела собирала мед, а собака бегала за бабочками. То есть, возникает сюжетный текст уже, да? Здравия желаю, сказала собака, да я говорю, пошаловать поздоровалась пчела. И говорю, дети говорят, да не видно было, кто это прочитал, потому что мы не услышали звукового хода. Разрешите с вами познакомиться, ответил собака, клык, рык, а я жжи, которая у меня дана. Рад с вами познакомиться, ответил клык, прошу любить и жаловать, ответил жюри, кому прощай, я вам не жду. Желаю, дачи, прощай. Смотрите, качественно другой текст получается, когда ребенок подойдет с критериям. Ему понятно, что он должен сделать. И он начинает подтягивать свой текст под те условия, которые мы не выставляем, которые мы пристислим и срабатываем. Еще один текст. У коровы в сарае, смотрите, коротко обозначили, у коровы в сарае. Хочу с вами познакомиться, сказала корова, меня зовут Муравушка, прошу любить и жаловать. Причем непонятно кого, да? Кому любите жаловать? Или как это, если вставите у коровы? Простал, вот меня зовут Виталий. Еще одно нарушение, да? Имя человеческое, непонятно кому принадлежит. Привет, я кепелинка, сказала мышь. Приятно познакомиться, сказала Муравушка. Смотрите, что делают дети. Мышь воровала зерно в сарай, а сзади к ней подползла змея, но тут вышла корова и сказала, привет самому скользкому. Салют, я шиповник, ответил змей. Как это не мужественно с твоей стороны бежит маленький, сказала корова. Пипи, еще от счастья, я кепелинка. А вас как зовут, ответила Муравушка. Муравушка, мне было приятно с вами познакомиться. Смотрите, вообще такой текст. То есть первоначальный замысел был один, увидели несоответствие, переделали, и это заставило ребенка работать дальше с текстом. Ну, я даже вот, видите, ну это вот мальчик был, шиповника, который виталит. А вот, ты думал, сюжет уже потом нарисовал. Вот девочка корову, говорю, посмотрите, ну разве может такая корова не нравиться? Видно же, сколько любви у ребенка вложено в эту корову. И вот такая вот мышка. То есть из разных абсолютно, вот здесь из пластилина была мышка. Еще один текст. Я уже первоначальный вариант прикладываю. Это произошло на лугу, когда пчела собирала гектаромашки, а мышка убегала от Кошуна. Жужжащий привет. И тебе, мой пипис, прямый привет, ответила мышка. Муж жил, с вами познакомиться. Меня зовут Жужжалка. А вас? Мужка ответила, меня зовут Пипи-ика. А где ты живешь, красиво, мышка, пчелы? Я живу в городе Медово, в улице Цветковой, Улей 5. А ты? Я живу по тропопинке, прямо рядом с Аблипипихой. У меня красивая распиписная норка. Уже поздно. Пока я побегу домой на один из своих любимых пипи-жанку, я могу спать. Приятно было с тобой познакомиться. И я полетела домой. Пока мы тоже живы, приятно провести с тобой время. Ответила Жужжалка. То есть вот, смотрите, ребенку мало просто формы приветствия. И это что он делает? А причем он же, даже город-то у него не Красноярская, его реальность соответствует, да? Ну, улица, и не дома, а улей. Или тропинка, расписная норка, пижамка, Аблипиха. То есть вот ребенок использует слова из своего тексикона. Мы писали с детьми итоговую работу. Когда уже заканчивали итог нашей языковой игры, мы писали итоговую работу. Несколько работ я вам представила. Значит, предыли были следующие. Описание персонажа в обязательном порядке должно присутствовать. То есть вот мы должны увидеть, какой он у тебя. Или деталь какую-то яркую, да, такую значимую. Или в целом можно его описать. Или, наоборот, что-то произошло, и описание изменилось. Вот ты всегда был такой, а тут вдруг стало необычным. Речевой код, характер, ну и сюжет. Может быть, в тексте появится сюжет. И дети, знаете, что, когда они стали тексты составлять, мы работали тоже с черновиками. Ну, вообще сначала все вот избавлены на черновиках, только потом участвовали. Вот для того, чтобы появился характер, дети вот прям пыхтели, пыхтели. У них на таком получается. И то дети говорят, ну как же, ну что же мне сделать, чтобы характер-то вам свой показал. И они поняли, что для этого должно событие. То есть для того, чтобы появился характер, должно быть событие. Вот. И они стали искать вот такие вот события для текста. Мы много работали с разными жанрами. И дети, ну вы сейчас увидите, какие жанры детей используют. Для меня некоторые тексты вообще были полной неожиданностью, потому что слабые девочки. Вот текст предложил слабой девочке. Вот работа Даша. Однажды Пеструшка, смотрите, как он у нас. Это мягкая игрушка. Она не только свою курочку сделала. Видите, она тут целый серийство сделала. Я пертушок, у нее 20 лет. Однажды Пеструшка пришла в детский садик за своими цыплятами. Малыши еще спали. И тогда она взяла разговор с курицей, которая тоже ждала своих цыплят. Смотрите, сразу же курица, наседка, да, вот она суетливая такая. Смотрите, как это характер проявляется. Добрый день, меня зовут Клюва, Пеструшка Кудахтовна. У меня есть муж, и во имя Пёрышкин Пушистик Смешкович. У нас есть цыплята, там хочет Клушка. Жил он в городе Птичка-Ярске, на улице Пёрышкин, в седьмом полетнике. Я очень люблю готовить и зайти гулять с цыплятами. В свободное время я читаю книгу «Удивительные приключения» Курочки-Ярвы. Газету «Птичьи новости» журнала, которая с цыпленком. Я обожаю конфеты и зерно в шоколаде, и торцы, и меч-ку-ку. Я очень люблю ходить с цыплятами в кинотеатрки на Курочка, особенно в понедельник, потому что в понедельник залы почти пустые, и никто не хрустит по кок-кок-корну. Мой любимый праздник — Новый год. Но вот в прошлом году, накануне до праздника, со мной случилась неприятная история. Мы с цыплятами пошли в магазин, чтобы выбрать конфеты для подарков нашим друзьям. Мой цыпленок-помпончик взял с полки коробку конфет, а я на минутку отошла. Когда я вернулась, помпончик плакал. Я спросила, кто тебя увидел, где наши конфеты? Он ответил, индюк их забрал. Я подбежала к индюку и, забрав конфеты, сказала ему, нельзя бежать маленьких. О, какой ужасный поступок. А вот мои цыплятки, до свидания. Смотрите, как проявляется характер в этом тексте. Она не спрашивая, ей не интересница беседник, ей надо выпадать все самой, про себя всю информацию выложила. Причем здесь же, не сказав даже историю до конца, ага, вот мои цыплятки, все. Появился объект обожарения, и эта курица, значит, пошла дали. Смотрите, как через детский текст интересно проявляется характер. Значит, что отметили ребята? Вот это слово не может посчитывать. О, какой? Потому что нельзя коверить слово. Это, в принципе, человек, код. То есть нельзя намеренно исказить слово. Ну, можно, если как-кокон. Ну, да, как-как. А как слово тогда будет написано? Как-кокон. А второе? Так я и говорю, но что я на мой слог. Ну, а второе, да. Как-кокон. Да. Итак, ну, вот след... Так, подождите. Вот, девочки славянутые. Мы перерывили специально с подругой ВИС интернета. У нее есть программа антиплагиат. Мы все с ней пересмотрели. Я несколько дней не могла никак отнестись к этой работе, потому что я понимаю, что работа... Ну, сейчас увидите, что она напоминает. Но это самостоятельная работа в санкре. Она писала со старшей сестой эту работу. Девочка, старшая сестра учится в среднем классе. Пошел ковар на вазах. Хотел он купить себе красивую зеленую шляпку. Пошел ковар на базар, купил самопар, да? Смутиться подругу. Это был его любимый цвет. Приходит он, говорит, на прилавке отвезли на шляпу. Какой бы мне шляп выбрать? Все зеленые и все такие красивые. А когда дается ему говорит, да ты попробуй все примерить. И стал комар каждую шляпу примерять. Села самую большую и ходит по ней, как по полю. Смотрите, здорово. Да? И Мех думает, это слишком велика. Ты медведь. Села вторую поменьше. И она ему не подошла. Решил третий померить размером меньше зернышка. Смотрите, уже второе сомнение. А наделанный ее, она его как раз. Беру пропищал комар. Я ему говорила, что остаются проблемы с написанием. Эти знаки пропирают неправильно ставят. Но я не справляю, потому что это с кормом. Но мне это важно. Мой размер. Сколько стоит ваша шляпа? Пять рублей ответил продавец. Смотрит комар в карман, а не усил три рубля. Что же мне делать, спросил у меня комара? Я смотрю, ты добрый, малый. Ну, понятно, что дети не все знаки знают. Я собираю коллекцию цветочных лепестков. Принесешь мне красивые лепестки? Я тебе шляпу даром отдам. Ах, замечательно, обрадался комара, полетел из карты лепестки. И вот видит цветочный порядок. Подлетел, выбрал самый красивый, взял. Что такое? А он его к земле притянул. Слишком маленький комар для этого лепестка. Кто-нибудь, помогите мне. Вот тоже певел речь неправильно. Жжжжж, подлетел к нему большой шляп. Что случилось? Здравствуйте, если я этот лепесток не принесу, продавцу шляпу, то не смогу взять себе красивый шляп. Я тебе помогу, проводил шляп. Стали они вместе лепесток тянули. Ничего не выходит. А мимо пролетала муха, и она согласилась им помочь. Снова тянули, ничего не выходит. И вдруг рядом с ней коза пролетает. Просили они ее помочь. Все вместе подняли лепесток, в воздух и мигу принесли его продавцу шляпу. Спасибо тебе за лепесток. Спасибо вам за шляпу. А вам, мои поможете, я всем куплю мороженое, как раз за меня три рубля. Комару гостилу из зима мороженого, отправился вылетел в новой шляпе. Самый красивый комар в мире. Лёшка, худистская работа. Причем у нее очень тяжелый этот текст. Рождаться, вот, она долго не могла поработать, как-то придумать, спешит, вот, как поработать, что сделать. Вот. Очень такой незатейливый, очень простенький текст, но текст, в принципе, неплохой. На спорный момент, характер появился или нет, мы как раз это обсуждали с мальчиком. Однажды, солнечный дневник, на пушке встретила Сова Зайца. Ох, какая встреча! Здравствуй, бедному, пухи! Спокойно проговорила Сова. Приветствую тебя. Видите, они даже, звукоподражения по разному, да, деляют? Вот, кто-то, 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 вот, через, через дефис. Что тебя привела в эту часть Езаспро? Я привела в эту часть Езаспро? Сознает, сегодня такая духа, так? А здесь воздух, ух, свежее, кстати, явно духу. А тебя, как зовут? А я, русак, очень рад вам, по-моему, слух. Я тоже люблю тут прогулеваться. А в понедельник здесь проходил турнир по шахматам среди лесных жителей. Вот это не везу, ухо, ухо. Я не смогу участвовать, у меня больного духа. Хотя у меня большой опыт в этой игре, я вот ответила духа, подумала про своих молодых родных. Ну, вот только вот здесь вот, возможно, да? На веточке есть. Я желтые здоровья, я тут, до встречи, сказала, знаете, по-моему, был компрессор. Спасибо, обожаю, что ты умудрешь, но мне тоже пора попрощаться там духа. То есть не до конца работа соответствует. Ребенок сказал, а я не буду переделывать, мне нравится так. Я считаю, что моя работа хорошая, то есть он до конца, ну, он получил членку за эту работу или пятерку, потому что, ну, как бы, до конца работа критерий не соответствует. Вот еще про пчелу. Работа из двух разных классов. Один класс очень сильный, второй класс слабый. Вот это, про комара, вот это работа из слабого класса. Смотри, как пчела-желтянка нашла лучшее воду. Даже заголовок боится. Зачем уж я хороша, слышалось из маленького улья. Это была пчелка по имени-желтянка. Она была очень красивая, чтобы черная стыка, полоска была голубой-фиолетовой крыльчей, и мило завивающиеся усики. Она всегда летала святерком медный, зеркальцем в лапках. Была великая пастушь и любила, когда ее полили. Ну, в общем, желтянка была неплохой именно пчелкой. И однажды с ней случилось вот что. Вот она свою жёлтянку рисовала. В один из самых обычных солнечных дней жёлтянка пролетала на сусочные поляны и услышала жалобный писк. Помогите, помогите, качал кто-то. И она полетела назад. Чем ниже трава она спускалась, тем глубже жалобные становились крития помощи. И вдруг она увидела измученного казничек, а застрявшего в паутине. Жёлтянка подлетела поближе, попыталась освободить маленького улья. Но только она услышала зловещий шорох. А вот и десерт прилетел. Прохрепел паук, но жёлтянка... А, ну это вот, это моя опечатка. А, нет, это у неё в тексте, это было. Жёлтянка же, стакет, у неё так и было. Не растерялся, направил на своё зеркальце, в котором отражалось солнце, прямо в злобные глазища паука-ракоши. «А, я ничего не вижу», — закричал паука. Когда проморгался, то понял, что в него летит удёрка с густым липким мёдом. Ещё мгновение паук крепко залит в мёде и паутине. Злой разгоник был в собственной сети. «Спасибо, дорогая пчёлка, пропелика пузнечик, если бы не ты, паук бы меня съел. Выпустите меня, пожалуйста, — жалобно крепил паук. Мы выпустим тебя, если ты пообещаешь на кое-что. Ты никогда никогда не будешь трогать маленьких беззащитных», — сказала жёлтянка. «Ну да, да, я обещаю, я больше не буду, только выпустите меня, пожалуйста, — жалобно проставал паука. Пчёлка с пузнечиком освободили его. Там уже в тот же самый момент, жёлтянка и пузнечик стали лучшими друзьями». И последняя работа, другой жанр, кстати, вот игрушка такая у него была. Ну, он сначала вообще просто принёс картинку с какой-то книжки. Я настаивала на том, что просто принести картинку нельзя, то есть нужно сделать её. Ну, хоть и реками, хоть нарисовать, вот перерисовать можно, просто взять из книжки, привезти, или из интернета скачать нельзя было. Ну вот он сначала как-то неохотно очень сделал, а текст освоил герой от любви. «Дорогая Жужевика, хочу написать тебе про одного удивительного пса. Вот такая история произошла недавно в нашем городе». Смотрите, пистолярный швамер танцника. «Однажды кто с попречки Клык Рыков, он у нас уже там был, стал герой новостей. В городе случился сильный пожар, загорелось офисное здание. На втором этаже на подоконнике сидел котёнок. Он был очень маленький. Когда все выбегали здание под Маселин, он мирно спал под крестом, а потом от дыма проснулся и залез на подоконник. Клык прибежал на пожар, увидел котёнка. Он завержал внутрь и спас котёнка. Фотография большого пса с крошечью котёнка в зубах на фоне пожара взорвала интернет. А дальше смотрите, смена жанра идёт. «Журналисты, которые приехали на пожар, взяли у Клыка Рыкова и Террион. «Добрый день, как зовут нашего героя?» спросил Лунаис. «Меня зовут Клыка Рыков, прорычал пёс. Расскажите немного о себе, попросил журналист. Я немецкая обчатка, у меня зелёная глаза и чёрный нос. Я очень люблю шоколадную корону, по характеру я очень задорвый. А в речи утром я родилась в городе Косточка, что находится в стране конура, рассказал Клык. «Вам было не страшно идти, вам будет спасённая жизнь?» «Я, служебная собака. Спасать, это моя работа», — улыбнулся Клык, попрощался и побежал дальше. А вот такие вот работы были сделаны в конце. Вот, как итог. Ну и вот сейчас мы работаем, опять же, все равно работаем с текстами, несмотря на то, что мы работаем на этом практике. Я вот, посмотрите, математическая задача, я сейчас пристрелюсь, я думаю, понял. То есть данные были дети. С точки зрения математики, могут быть подвижности небольшого вопроса к математике. А вот мы с ними сейчас как раз обсуждаем, что получилось, что нужно. Где именно, где именно пара. Смотрите, какая интересная задачка. То есть нужно было вершки, их называют вершки-корешки задачки, то есть нужно было вершки, из там, как их называют эти, сожжение, оршины и прочее, у них был текст. Быстрые ставками на залез, был текст, связанный вот как раз со старинными мерами тренировки. Ну и чтобы текст зря не пропадал, мы решили проверить у детей, у кого-то они почитательской грамотности, то есть как-то текст переработать, да, применить его в собственных целях, в собственных лучах. И вот мы с ними тоже оговорили, некоторые условия, то есть должна задача быть логичная, она должна быть решаема, чтобы она была, чтобы доказать, что она решаемая, нужно ее прорешать обязательно. Не должно быть недостающих данных или лишних данных. И, значит, ну, должна быть интересная. Смотрите, вот, что я сделал. Жили-были три брата, мальчик с пальчиком, просто в 1-2-5, мальчик от горшка, 2 мешка, и молодец, гореть в 8-ом-две четверти. Смогут ли они дотянуться до шкафа, высота которого 90 сантиметров, если встанут друг на друга. Смотрите, очень хорошие задачки, вообще логичные абсолютно. Дальше он приводит мир и длины, вот у него решение, ответ нет, не смог. А вот, а вот, ой, надо, смотрите, тут еще решение, я ответ написала, а другую писали потом. Алиса и Саша пошли влезть по грибы, Настя, причем, смотрите, Алиса и Саша, Настя, да, вот, смотрите, вот место для работы на гонке. Прошла 500 с половиной вершков и собрала 10 грибов. А Саша прошла на 2 вершка больше, собрала 20 грибов. Сколько девочки прошли вместе вершков? Зачем ли вы собирали? Непонятно, да? То есть, вот, лишняя информация, лишняя дата, которую непонятно почему. То есть, опять притерия не соответствует. Перед этим, она написала такой задачей. Самолет пролетает 9 вершков, а вершок это 4,5 сантиметров. Самолет пролетает 9 вершков за 10 секунд. То есть, смотрите, они жизненные реалии, не переносят вообще на свой текст. То есть, это такая большая проблема, то, о чем мы постоянно говорим, что читательская грамотность у наших детей показывает как раз то, что они полученную информацию не переносят в жизни на опытника. А я ей говорю, ладно, скажи, пожалуйста, а самолет сколько? Сантиметры, метры или 50 метров? Ну, не знаю, я же не измеряла. Я говорю, ну, а ты как вот думаешь, ну, так вот, на вскидку? Он говорит, ну, 50 метров, наверное. Говорит, так вот он, вот эти 41 сантиметр, он за 10 секунд-то пролететь не может, так вот, на месте будет стоять. Только чуть-то очнулся, я говорю, уже проехала уже, он тебе 10 секунд их пролетает. Поняла, в чем ошибка? Она говорит, да, поняла. При этом решении, посмотрите, мало того, что здесь ошибка, но 500 с половиной на 4 сантиметра умножать получает 20 тысяч километров, 20 тысяч километров на 2 вершину больше умножать на 2, получать 40 тысяч километров, и вместе девочки прошли 60 тысяч километров, забрав при этом 10 секунд. На что я и написала, расстояние между прослоярскими и массовой 4 с половиной тысячи километров. Покой. Сколько раз девочки сходили в прослоярске на Барху Ябро? Сходили в прослоярске на Барху Ябро? И даже пролешал они. Есть такие очень интересные задачки. Смотрите, была задачка у одного мальчика у меня. Вот, например, задача. Дедушке нужно съездить в лес за дровами. Расстояние между деревней озером Триверской, от озера до леса Триверской. Что делать тут? Сколько в лес нужно проехать дедушке? Выразить ответ в километрах и метрах. Как можно выразить в километрах и метрах, если есть недостающая дата? Я же не обязана знать, сколько вершок, а сколько корешок. А были задачки такие смешные. Мы над ней долго смеялись с подругой. Ну или вот парк, например, 200 аршинов. Один аршин с 2 сантиметра. А сажение 2-16. Сажение 2-16. Значит, вот эта задачка была. Ну, видите, тогда я говорю, Петька Ростов пишет, Петька ниже Ибрагима, иначе 3 вершка. Я говорю, ну это у тебя уже гранитет, конечно. Петька ниже Ибрагима. Где же игра не столкнулись? Я говорю, реально это обозначить. А, значит, Вася ниже Петьки на 3 вершка. Ну, то есть один вышек, другой ниже. Точка отчета Ибрагима, который был 10 вершков. Решает. 10-3, 97. Ну, там у него было. 10-4 получает. А, 10 умножает на 4, получает 40. Потом к 40 прибавляет 3, и от 40 он, значит, убирает 4. Я говорю, Дамит, ну у тебя же задача решила неправильно. Я говорю, так я же в вершках решать не умею. Я ему вершки вычеркиваю, придаваю ему сантиметр. Сантиметр, когда я решаю. Решать сантиметр все равно неправильно. Я говорю, ты понимаешь, что вершок 4,5 сантиметра. Если тебе Ибрагим 10 сантиметров, 10 вершков, это он что, 45 сантиметров, так у нас дети рождаются 52 сантиметра. Понятно, понятно. Он делает задачу. Петька, а вот он все оршила. А оршим 72 сантиметра. Я говорю, Давид. Ну, смотрите, что он учел. Петька, Васька и Павлик. То есть он реальный муж. Попытался свести. И последняя задачка. Ну, это не совсем логично. А вы посмотрите. Ну, вернее, аналогично. Наверное, но смешно. У 10 кракозябриков 50 яблок, каждое яблоко 5 вершков, каждый кракозябрик съедает по 5 яблок, сколько яблочных першков съел каждый кракозябрик, сколько с яблочных сантиметров каждый кракозябрик в вершок 2 сантиметра. Смотрите, в чем ошибка. Как может быть вершок 2 сантиметра, да? Если он по определению 4 с половиной. Как 1 сантиметр может быть равен половине сантиметра? Ну, если у тебя 1 сантиметр, как равен половине сантиметра? Либо измеряй. Значит, пенал 4 с половиной, там, 4 вершка. Девочка измеряла свой портфель пеналами. А какой, каков размер комнаты, если комната, можно столько-то портфелей, значит, там, в дустины уложить. Ну, то есть, вы выдумывали, я совершенно не задумываюсь о реальности этих задач. А вот, а даже учитывая, что у нас были определенные критерии, я понимаю, что здесь критерии должны быть не только продуманы мою, как, там, учителям русского языка, но, наверное, математики должны как-то сейчас с этим работать. Вот я сейчас отправила, пусть работают, пусть увидят, что у них дети решают, что они умеют, что они видят. Потому что, смотрите, умение переформулировать текст, это очень важное умение, поэтому вот такой вот работой можно сделать. Коллеги, у меня все, спасибо за внимание, здесь вы уже сможете стать. Я прошу прощения, что я вас встречала. Спасибо вам за научение интересов и по назывателю. Презентации у нас, и у нас на новом день. Спасибо.